Всем привет! Сегодня будет видео о покупках. И начну я, пожалуй, с такого вот средства от марки L'Alene. Это израильская марка. Я не смогла вам показать ее в покупках в Израиле, так как почему-то этот момент не записался. В общем, это Baby Body Cream с цветком вишни. Оно идет в виде пены, так же, как у меня был такой гель для душа, можно так сказать. Очень мне нравится, очень нежная пена, очень хорошо увлажняет. Такое интересное ощущение, когда наносишь. И летом, мне кажется, будет вообще просто потрясающая вещь. Очень мне понравилось. Далее от фирмы Gabrini я купила смывка для ногтей, лакоочиститель. То есть, это такая губка, в которую мы засовываем по одному пальцу, вот так вот прокручиваем, и у нас снимается лак. Пахнет реально клубникой. То есть, пахнет, конечно же, лакоочистителем, да, но вместе с тем пахнет реально натуральной клубникой. Очень вкусно. К сожалению, вот я не пользуюсь. Столько времени прошло, вот ни разу не использовала. Но вот, может быть, как-нибудь вам еще расскажу, как оно мне, как очищает. Но пахнет очень вкусно. В аэропорту Титюфри я приобрела два вот таких средства от Marocco Noil. Они там стоили намного дешевле, чем у нас. Первая это интенсивная увлажняющая маска для волос. Стоила она мне 35 долларов, что, грубо говоря, где-то 1000 рублей. В Москве же я видела, что у нас стоит где-то 3200. Я думаю, разница чью-то. Я могла бы купить две маски, и еще бы осталось. Это очень густая маска желтого цвета. Она очень приятно пахнет, как и все средства от Marocco Noil. Очень мне нравится. Не можно сказать, что ее есть воздух. Это то, что она действительно очень хорошо увлажняет волосы. Она их питает, восстанавливает волосы после нее блестящие, послушные, напитанные. В общем, все, что можно желать. Мне очень нравится эта маска. Это моя такая даже сос-маска. В общем, безумно мне нравится. Очень я ее люблю. Второе средство это Dry No More Professional Sculpt Treatment. Стоила она мне 32 доллара. Это масло для сухой кожи головы. Такое же есть для жирной кожи головы. И это вот такая вот баночка стеклянная. И тут у нас идет с такой большой пипеткой. И оно должно увлажнять, мы должны это использовать. Это мы должны наносить по несколько капель на проборы. Все это потом массировать голову, подождать где-то 15-30 минут. И далее помыть голову. Использовать нужно раз в неделю в течение месяца. И так я использовала. И мне абсолютно ничего не сделало это средство. Не увлажнило, не пересушило. То есть абсолютно никакого эффекта я не увидела. Очень жаль. Но я буду еще пользоваться, потому что я не теряю надежды. Может быть все-таки случится чудо, какой-нибудь накопительный эффект. Но пока никакого чуда не произошло. И вот масло для сухой кожи головы от Marocco Noelle пока для меня ничего не сделало. Ну, ни плохого, ни хорошего. Тоже не плохого. Далее такой вот мой заказ ebay. Это база для теней от Too Faced. Легендарная база. Я пользовала легендарный MAC Paint Pot Painter, для которой, собственно, у меня подошел к отцу. Точнее, я закончила с рукодности, поэтому мне понадобилось новое. Пользовала я Urban Decay Primer Potion. И вот настало время базы от Too Faced. Не знаю, что сейчас происходит с моими веками. Они безумно жирные. И никакие тени не держатся. Никакие базы не помогают. И в том числе база от Too Faced совершенно для меня бесполезна. Тени на ней не держатся и скатываются в складочке века. В общем, какой-то кошмар, катастрофа. Но когда изначально наносится, то она прекрасно выравнивает тон века. Она не видна. Все как бы хорошо, но вот тени на ней не держатся. Не знаю вообще, что происходит. Но пока мне эта база не нравится и не подходит. Ну, а теперь покупки, которые я сделала в Москве. Первый, это вот такой вот шампунь от Sios. Volume Lift Dry Shampoo для тонких и ослабленных волос. Что могу сказать? Шампунь мне понравился. Он прекрасно справляется своей задачей. Не оставляет белых следов. Объем дает минимальный. Пахнет, пахнет довольно парфюмированно, навязчиво. Но запах, в принципе, довольно быстро выветривается. Так что, в общем-то, неплохой сухой шампунь. Единственное, почему-то его очень сложно найти. Декоративной косметики было очень мало покупок. Всего два вот таких вот средств. Первый, это Chanel Vita Lumiere Aqua. У меня в оттенке B10 Beige Pastel. У меня скульяциональный крем. Решила приобрести этот. Давно его хотела. Действительно, очень маленькая, кроханная упаковка. Оттенок, к сожалению, мне хотелось бы, чтобы он был посветлее. Но это самый светлый из линейки. Он не то, чтобы мне не подходит. В принципе, нормально. Но если бы было посветлее, было бы вообще отлично. Сейчас он на мне. Он идет с таким вот дозатором. Ну, не очень удобно, конечно, но вполне терпимо. Помпа была бы лучше. Упаковка, конечно, очень маленькая, крохотная, удобная. Сейчас свойство самого тонального крема. Он действительно очень легкий. Он дает сияющий эффект. Но если нанести его совсем чуть-чуть, как я это делала обычно со всеми моими тональными кремами, Ginger Mysterizer и так далее, то он вообще не дает никакого эффекта. И первый раз я так сделаю, и мне абсолютно не понравился тональный крем. Но потом, когда я начала наносить побольше, то эффект стал как-то виден, действительно. То начал выравниваться, стало все очень красиво, аккуратно. И, в общем, в целом мне понравился этот тональный крем. Но ничего прям вау-вау я в нем не увидела. Поэтому я с удовольствием допользуюсь этой упаковкой. Но покупать еще этот тональный крем я вряд ли буду. Ну и так же у меня закончился консилер. Что-то у меня все позаканчивалось. Я купила легендарный тоже от Estee Lauder Double Wear. У меня в оттенке 10 Extra Light. Он идет с таким вот аппликатором. В принципе, довольно удобно. Он достаточно плотный. Его нужно совсем немножко. Он очень специфически пахнет. Мне, если честно, не нравится. Маскирует он хорошо, но не полностью маскирует мои круги под глазами. Мне кажется, никакой консилер это не сможет сделать. Он сбивается в кладочки, но, по-моему, абсолютно все консилеры забиваются в кладочки. И я уже просто не парюсь по этому поводу. А периодически поглядываю в зеркало и смотрю как-то, ну и что. Он средней стойкости. Не то, чтобы он целый день выдерживает, но довольно долго. В общем, в целом, такой среднестатистический тоже консилер. Так же, как и тональный крем. В принципе, мне понравился. Но ничего вау я не увидела. И так, чтобы я буду покупать их постоянно, нет. Но средства неплохие. Ну и последние мои покупки я сделала в магазине Bass & Body Works. Там сейчас происходят различные акции и скидки. И первое, что я покажу, это вот такая вот маска. True Blue Spa Green Tea Physi-Foaming Face Mask. Мне кажется, это некий аналог кислородной маски от Breeze. Маска Breeze стоит где-то 2000 рублей у нас. Даже со скидкой здесь она стоит 890 рублей. Это очищающая пенная маска для лица. Чайное дерево. Очень мне понравилось это средство, потому что вначале это такая просто светлая белая консистенция, которую мы наносим только условно лицо. Далее соприкосновение с нашей кожей, с воздухом оно начинает пузыриться. Носить ее нужно на 15 минут. И когда эти пузырьки начинают лопаться на вашем лице, это получается очень-очень приятно. Мне очень нравится. Здесь такой спа-эффект безумно нравится. И кожа после нее очень мягкая, нежная, очищенная. Очень мне понравилась эта маска. Стоила она 890 рублей. Маска от Breeze, как я уже говорила, стоит где-то 2000 рублей. Не знаю, насколько это аналог, но мне кажется, что-то определенно похожее в них есть. По акции 2 по цене 1 я купила 2 санитазер. У нас они стоят по 119 рублей. В Америке вот тут вот есть ценничек. Стоит на самом деле 2 доллара, что в 2 раза дешевле. И я купила с Fresh Market Apple и Sweet Pea. Очень неплохие средства. Хорошо дезинфицируют руки, приятно пахнут. И такие как бы интересные какие-то дизайны. Потому что те, что продаются в обычных магазинах, как-то совсем скучно. Отсюда как-то повеселее. В общем, очень даже неплохое средство. Там совершенно разные есть запахи на любой вкус. Есть даже какие-то чехольчики на них. Ну, по-моему, это как-то слишком. В общем, очень даже неплохие санитазеры. Последнее, что я купила в Bass & Value Works. Это вот такая вот гигантская свеча. Sweet Cinnamon Pumpkin. Да, то есть это у нас пахнет пряная корица, тыква, сладкий, ванильный крем. Стоила она изначально 790 рублей. Я не покупала большие свечи, потому что, не знаю, вдруг мне надо есть запах. И стоит как-то довольно дорого. Но тут была скидка 50%. Она стоила столько же, сколько стоит обычно маленькая свеча. И я решила взять. Здесь у нас 3 фитиля. И просто потрясающе пахнет. Действительно, такой тыквы, пряной корицей, тыквенным пирогом. Безумно вкусно пахнет. Но, скорее всего, эта свечка у меня пролежит до осени. Потому что для меня это такой теплый запах осени, зимы. А сейчас уже хочется, конечно, каких-то весенних ароматов. Сащущий запах. И очень мне нравится эта свечка от Bass & Value Works. Так что, если у вас будут возможности, посмотрите, понюхайте. Выбор там потрясающе большой. И те, кто живет в Москве, у нас есть только единственный магазин. И находится он в торговом центре Atrium. Ну, собственно, это все мои упаковки. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за внимание. Хорошего вам настроения. И пока!